Всем привет, здравствуйте зрители и добро пожаловать в темнейшие из подземелий. Как правильно заметили наши чатеры сегодня, игра про подземелья, в которой нет подземелий. Ну, мы, конечно, на большом успехе выиграли прошлый забег. Если вы прошлую серию не смотрели, это самая легендарная серия, наверное, за всю историю. Там просто, о, какой финал был. Идите смотреть прошлую серию, если пропустили ее, там же надо было видеть. Эпичнейший финал. Но сегодня мы продолжаем путешествие, продолжаем путь. И мы сегодня едем в третью главу. Кто бы мог подумать, что это может случиться, но мы едем в третью главу, да. Сначала мы сейчас будем свечи распределять в алтаре надежды. В прошлый раз мы шесть с половиной часов играли, и я уж под конец стрима не стал свечами заниматься, потому что голова была квадратная и ничего не соображала. А еще, а еще. Мне вот комментарии на ютубе написали, что я звук неплохо настроил, и Darkest Dungeon слишком тихий. Дед приносит извинения, деду медведь на ухо наступил. Поэтому давайте вот чуть-чуть погромче сделаю игру. Вот так вот. Вы пишите, если звук в игре слишком тихий или громкий в комментариях. Я потом буду настраивать на стриме, потому что сам я ничего не слышу. Вообще ничего. Мне все одинаково. Я глухая тетеря. Так. Лес Вечности. 95 свечей. Ага, Лес Вечности у нас. И... Да, вот наша команда, которая успешно прошла прошлый забег. Они открыли себе апгрейды. За... За вторую главу пройденную. А за первую мне дали. Я думал, может им сразу за вторую главу дадут по два артефакта. Ну нет, нет. Так. Мы здесь можем скачать больше воспоминаний на выбор за 20 свечей. Ммм... А за 25 еще можем скидку взять. Стоит ли оно того? Ну, наверное. Хотя, конечно, самих героев бы прокачать первым делом. Не знаю, не знаю. 25 свечей за апгрейд. Чтобы было больше воспоминаний на выбор. Ну давайте, ладно, давайте. 25 свечей потратим. Все равно это такая штука. Мы будем это использовать. Я... Мне нравится сохранять героев между забегами и использовать их снова. Мне кажется, это... Это очень интересно, что, типа, истории получаются у героев. Так. Баудиша. О, много у нее всего. Так. Что у нас есть? Плюс 10% урона. В начале боя с шансом 20% получения силы. 15% сопротивления яду. 15% лечения в пути. И увеличение накладываемого кровотечения, яда и огня. Ну, я думаю, что надо урон брать. Урон решает урон. Вот, если ты врага можешь снести раньше, чем он походит, то у тебя нет проблем. Я думаю, у Баудиша урон. Можно ей еще яд поставить? Ну, она... Ну, она кровотеч... Ой, кровотечение можно ей усилить. Но это мы лучше доктору дадим. Да, давай. Давай урон. Так. Так, Боря, Бористан, ну ты у нас танк, поэтому тебе, наверное, разумно поставить сопротивление яду, чтобы тебя не отравили враги. Ну, или можно лечение в пути. Ну, хотя, лечение в пути, честно говоря, не очень важный аспект, по-моему. К тому же всего 15%. Слабенько, слабенько. Обычно в пути времени хватает, чтобы так отличиться. Давай сопротивление... Держи сопротивление яду тогда. Будешь у нас крепкий танк. Ну и доктор без вопросов получает любимую игрушку. Плюс накладываемый яд. Это прям идеально для доктора. Все, разобрались. Что у нас еще есть? Город жизни. Здесь у нас прокачка героев. Ну, качаем тех героев, которые работали в прошлый раз. И в первую очередь мы... Висталку, наверное, хотим прокачать. Висталка осуждала по полной программе весь забег прошлый. И пожертвовала с собой в финальной битве, чтобы спасти своих друзей. Поэтому мы ее уважаем. И давайте ей вкачаем. Вот... Вот до сюда, например, за 8 свечей. Вот так апгрейдов ей сделаем. Откроем. Откроем для нее разные апгрейды. Пассивные. И вон путь героя ей новый. Открыли. Так, что еще у нас есть? Дикарка. Баудиша. Ну, ей тоже как минимум сопротивление смерти мы хотим вкачать. Да? И путь берсерка можно ей еще открыть. Можно ей открыть путь берсерка. Какой-то странный путь берсерка. А это для билда на кровоток, да? За сколько? 10 свечей? Ну, давай. Давай, откроем ей путь берсерка. И я бы сегодня... А, чуниться, доктор, доктора, конечно, надо прокачать. Доктор у нас хочет быть прокачанным. Ну, вот за 18 свечей можно ее хорошо так качнуть. Хорошо качнуть. 18 свечей дорого, конечно. Но она может поедет с нами. Давай 18 свечей вот так. Я бы хотел в команду сегодня взять расхитительницу. Она у нас вообще не участвовала в поездках. И хочется ее как бы потестить. Поэтому, наверное, оставшиеся свечи я вложу в ее прокачку. Вот за 23 свечи мы можем вкачать ей даже и вещицы какие-то. А тут вот за 28 свечей как раз на все деньги можем путь героя ей открыть. У нее будет плюс 50% урона, когда она в скрытности. Ох. О, тогда, может быть, и будет неплохо. Да, давай, вабанк. Ничего, получается, не откроем никаких артефактов новых. Но зато расхитительница пойдет самая прокачанная. Ни разу в поход не ходила, ничего не делала. А прокачалась лучше всех, да? Даже вот танка нашего не вкачали. Ну, не знаю, разумно это или нет. Ну, ладно. Зато, зато интересно. И отправляемся в путь, поехали. Сейчас будем собирать новую команду. Обязательно расхитительницу возьмем. Просто потому что хочу посмотреть, что она умеет. Буквально, вот мы ей играли только в первой стартовой пачке. И я там все проиграл, понятно, потому что игру не знал. Так. Третий этап наваждения. Так, ну давайте. Ну, чат вот говорит, что воровка плохо работает. Сейчас проверим, ребят. Сейчас проверим. Знаете что? В прошлый раз команда девчонок из прошлого забега. Вспомните. Команда вышла. Вообще собранная на коленке. Просто потому что хотели взять трех девчонок и вот этого танка. Они сначала были очень слабы. Ничего не могли в первой главе. А потом как разогнались. Джуния как начала осуждать всех подряд. А варварша как топором начала махать. И монстры разлетелись. И босса прошли с первой попытки вслепую. Ничего не знаем о игру. Поэтому. Все-таки. Все-таки здесь работают даже странные билды. Обычные. Так что вот. Вот. Не. Я думаю что. Воровка сейчас себя покажет. Думаю покажет себя отлично. Ну мы возьмем воровку. И наверное трех героев с которыми мы уже знакомы. Усиленных наверное. Ну давайте смотреть на воровку. Так. Любая позиция, скрытность, уклонение большой крит у нее. А у нее скиллы вообще не открыты. Да. У нас. Не открыты. И кстати. И кстати невидимости у нее нет. Ага. Мы ей путь на невидимость открыли. А скиллов на невидимость у нее нет вообще. Ну понятно. Понятно. Ну наверное тогда мы не будем билд на невидимость делать. Ну давайте пути посмотрим. Три пути. Четыре пути. Ну стандартные. Три дополнительные. Сейчас будем много читать. Меткий стрелок. Усиливает урон и крит дальнего боя. Но ослабляет навыки ближнего. Снижает сопротивление передвижению. Ага. И все скиллы меняются. Ну. Да ребят. Тут конечно особо не прочитаешь. Ну ядовитые дротики наверное усиливаются у нее. Да. А вот кирка в лицо станет плохая. Угу. А ну у нее вот кинжалы есть. У нее есть вот такой просол кинжала. У нее есть ядовитые дротики. В принципе у нее три навыка дальнего боя. В стандартном наборе. Поэтому наверное разумно было бы использовать. Есть капля яда. Плюс два накладываемого яда. Когда она в невидимости. Но опять же невидимости у нас пока нет. Вообще нет у нас. Нет у нас ребят. Невидимости. Не открыты скиллы у нее. Правильно же. Ну да. Абсент не дает невидимость. Что у нее? Кинжал не дает невидимость. Нет. 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 И еще раз нет. Ну что. Что я вам могу сказать. Руина. Потратил кучу денег. И клятва ночи. Вот смотри тоже. Мастер скрытности. Плюс 50% урона. Когда в невидимости. Да и что. А невидимости нет. Придется брать либо меткого стрелка. Либо стандартный билд. Ну а стандартный у нее. Чем усиливается то меткий стрелок. 2-3. 2-4. 3-5. А если поставим. Если поставим. А. Ну у нее смотрите. У нее плюс 10% урона ближнего боя стоит. А билка. Зато минус 10% урона в общем. Меткий стрелок если поставим. 4-6. 2-4. 2-5. Ну урон значительно растет. Так. Кирка 4-5. Если поставим обычную. Будет 4-7. Кирка не особо ослабляется от дальнего боя. Честно говоря. Да. Немножко. Немножко становится слабее. Но незначительно. Все равно игнорирует щиты. Нормально. Нормально. А. Кстати. Бросок кинжала. Игнорирует щиты. О. А нет. Игнорирует защиту. Да. Игнорирует защиту. Прикрытие. Щиты не игнорирует. Ну и криты под меткой выдает. Дротики. Кинжал. Так что метку нужно будет где-то раздобыть нам. Да. 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 Тут у нее на всех скиллах криты под меткой. Ну. Давай. Мы ее на третью позицию ставим. Она на третьей позиции все свои скиллы может использовать. Включая кирку. И давайте посмотрим какого еще героя добавить чтобы метки ставить. Ага. Ну. А культист мастер меток. Просто. У него проклятие. Культист. А знаете что? А я вспомнил что я хотел. Сегодня у нас ребят едет. Едет в команду. Чат в подземелье. Ехать у нас будет. Не просто. Вот там. Одри или что там. Сегодня вот у нас чатеры поедут в подземелье. Вот кто у нас хочет поехать в виде расхитительницы гробниц. Сейчас я в чат. Чат поедет. Сейчас я выберу кого-нибудь в чате. Не предвзято. Не предвзято и выбер. Выбор будет у нас. Да. Абсолютно не предвзятый. Я вот применю сейчас свои навыки случайного выбора зрителей. И вот сейчас своим глазом левым выберу. Кого-нибудь. Кого-нибудь выберу. Вот радужку выберу. Радужка поедет. Радужка. О. Радужка у нас поедет. Радужка добро пожаловать в команду. Давай. Садись на телегу. Ты у нас будешь расхитительница гробниц. Так. Кого мы... Ага. Да. Теперь дальше. Ну вот оккультиста я хотел взять. Потому что он хорошо метки ставит. Вот здесь 25 процентов шанс метки и оба проклятия вешают метку у него. Вот что мне нравится. Вообще оккультист мне очень понравился. Как боец. Очень понравился. Оба проклятия у него классные. Навешивают уязвимость, слабость. Снимают уклонения с врагов. Прям очень нравится. И скиллы у него тоже хорошие. Вот только он у нас поедет на четвертой позиции. А хотя знаете что? Шут. Шут. Шут тоже мастер меток. Но шуту нужно стоять... Ну шут перемещается. С четвертой на третью. А шут с четвертой на третью перемещается. Поэтому... Ему... Ну хотя он урон наносит, когда перемещается. И слепоту навешивает. Вот не знаю даже что лучше. Шут может нам лечить стресс. Сейчас еще. Шуту надо двигаться. Может быть шута надо взять тогда. Чтобы двигаться. Не, давайте культиста возьмем. Он у нас заодно лекарем будет подрабатывать. Нормально, нормально. Пойдет. Потому что лекаря тогда не будет, если возьмем шута. А без лекаря не хочу идти. Так, и путь уставщик усиливает лечение. Усиливает проклятие. Да, так что... Я думаю, это хорошо для него зайдет. Как раз то, что нам нужно. Мы будем кастовать за него проклятие. Да, 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 да. Вот берем ему путь уставщика. И вот так его оставляем. Кинжал только уберем и поставим тягу демона. Пускай притягивает всех. Чтобы им жизнь медом не казалась. Теперь первые две позиции. Ну, можно деда снова отправить. Но дед только что был в забеге. С другой стороны, дед классный. Дед прямо танчит. И мы ему много открыли всяких штук. Сержант. Он дед. Дед сержант. Ну, или можно взять... Все-таки прокаженного. О-о-о. Прокаженный сила. Давайте прокаженного. Есть у нас путь буря. О, навык рубящий удар. Плюс 33% урона. Но меньше здоровья и меньше сопротивления. А, нет, больше сопротивления этому дебафам. Мне нравится. Давай рубящий удар. Тоже мощная штука. Сделаем ему бурю. И его вперед поставим. Так. Ага. И... И-и-и-и-и-и. И у него цель нанести смертельный удар боссу логово в Чернолесье. Ну, можно. Можно. Запросто. Ай, навык ему надо пробитие брони поставить. Очень мне оно нравится. А уберем мы вот это вот. Да. И кто на вторую позицию поедет? Кого на вторую позицию поставить? А может быть флагеллянта? Да, флагеллянт вообще сильный, знаешь. И с культистом он хорошо в команде работает. И... Он себя показал просто шикарно в забеге. Давайте не будем изобретать велосипед и наймем флагеллянта. Ну вот... Эти... Ставить ему какие-то пути мы не будем. По-моему, у него стандартный путь очень хороший. И не будем изобретать велосипеды. Да, да, да. Тут, тут все классно. Дальние атаки у него есть. Все есть. Стресс он там, ну, типа, может лечить. А может не лечить. Короче, да. Мы возьмем флагеллянта. И теперь чат, 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 чат. Нам нужно. Кто у нас будет прокаженный из чата? Кто у нас будет прокаженный? Прокаженный зритель. Сейчас мы выберем какого-нибудь прокаженного зрителя. Проклятого. Виннер лол. Виннер. Ну, я буду адаптировать имена, чтобы они выглядели. Этот. Лол мы не будем писать. Мы адаптируем как-нибудь. Под роллплей. Будешь у нас прокаженный, Виннер. Помнишь, как я критовал? А? 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 Дисмоса забыли. Ну, Дисмос. В телеге места не хватает. Спасибо, Дисмос, за донат. За стой сердечком. Забыли мы тебя. Ну, что ж. Что ж, Дисмос, побежишь сзади за телегой. У тебя ноги большие, длинные. Ты это там. Перебирай ногами, да беги. В телегу не влезешь. Спасибо, Дисмос, за донат. Так. И кого нам еще надо назвать? Ага, Флагеллянт. Кто у нас будет Флагеллянт в чате? Флагеллянт. Ну, на кого Флагеллянт похож у нас? Настя. Я тоже думаю, что Настя. Это хорошо. А почему мы переименовать не можем? А, не можем переименовать, ребят. Флагеллянта нельзя переименовать. Ха-ха. Не получится, Настя, Флагеллянт. Не получится. Да, и, видимо, если воспоминания у героя есть, уже не переименовать. Ну, будет Дэмиан. Будет Дэмиан. И этого, значит, культиста тоже не получится переименовать. Ну, что ж, ну, ладно. Не получится, так не получится. Повезло. Повезло. Театерам никого не записали во Флагеллянты. Ну, поехали. Команда готова. Команда называется Танец Смерти. О, мы даже какую-то, типа, подборку сделали специальную. Может, какие-то бафы нам дадут за то, что мы героев подобрали под шаблон какой-то. Поехали, готовимся. Запрягаем телегу. Устраиваемся поудобней. Берем попкорн. Темный, подземный попкорн из грибочков. В подземелье там кукуруза не очень растет. Попкорн приходится делать из того, что под руку попалось. А в подземелье что? Ну, грибы могут попасть под руку. Может, там еще какие-то червячки для вкусу, так сказать. Так, ну что. Поехали. Так, смотрим, что у нас радужка умеет делать. Радужка у нас может блеск кинжалов сразу по двоим. Бросок кинжала, удар киркой. Ну, получается, бросок кинжала у нее всегда будет лучше, чем удар киркой. Из-за ее специализации. Да, ну или... Либо бросок кинжала, либо дротики, если яд наложить, пытаться. Ну, на этих чуваков яд бесполезно накладывать. Они крепкие. Не хотят яд получать. Поэтому... Поэтому... Мы будем броски кинжала, наверное, использовать в основном за нее. Единственное, чтобы бросок кинжала не сделать на первую позицию. Но на первую позицию вот можно бросать дротик. Давай бросок кинжала куда-нибудь... Ну, вот-вот сюда. Сделаем пять урона. Неплохой старт, неплохой. Ну и Демиан у нас будет по классике дубасить и накладывать яд. Все, добили одного зомбаря. Ты у нас... Вот единственное, что у меня культист получается. Культист у меня вот что получается. У него нет хорошего атакующего скилла. Раньше, когда он устоял на третьей позиции, он кинжалом бил. А так он у нас будет навешивать проклятие. Что может быть и хорошо. Может быть и хорошо, что он будет навешивать проклятие. Пускай развлекается. Надо будет ему эти проклятия оба прокачать. Потому что вот он их будет играть по кулдауну. И смотри какой удар по уязвимости. Он будет только вот исключительно проклятие разыгрывать. Дамажить не будет. Насколько это хорошая идея? А вот узнаем. Один персонаж вообще не бьющий. Почти никогда. Не бьющий. Не бьющий. Не бьет и не пьет. Проверим. Так-то слабость сильная штука. Слабость сильная. Как-то конфликтующее понятие. Сильная слабость. Веза Калкинам дают. А сколько интересно в третьей главе? Эмм. Сколько интересно в третьей главе? Этим. Путей. Регионов. Четыре, да? Четыре региона. Столько же, сколько в прошлый раз, да? Получается, да. Дольше игра не стала. Три региона. Один, два, три. А, ну да. Длительность такая же, как во второй главе. Но это хорошо. Это хорошо. Я, честно говоря, не горю желанием очень долго ехать. Так. Ну и наша прокачка. Конечно, бросок кинжалов качать, который, скорее всего, радужка будет играть по кулдауну. Хммм. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Да, 5-8. Огромный бонус. К урону прям вообще. И 15% крита еще. Хочется. Очень хочется. Но культисту нужны метки. Культисту надо, чтобы он ставил метки прям все время. У нас по меткам все три героя работают. Поэтому. Поэтому. Надо прокачивать. Хотя, подожди. Вот я сейчас смотрю. Ребят. Вот это проклятье-то метку и не ставит. Я думал, ставит. А, но не ставит. Проблема. Проблема. Так. Помощь пучины с шансом 33% ставит метку. Но это рандом. Тут надеяться на это нельзя. Поэтому даже не знаю. Ну, все равно можно прокачать, чтобы увеличить шанс метки. И урон 4-7 становится. Ну, вот теперь у меня сомнения есть. Ну, ладно. Прокачаем, чтобы хоть повысить шанс метки. Да. Немножко, получается, я... Немножко я провтыкал с нашим планом. Ну, и тогда что еще вкачать? Вот кислотный дождь мне очень тоже у флагелянта нравится. Прям мощная штука. И, как правило, мы хотим сносить врагов, которые стоят на последней позиции в первую очередь. Чтобы прям не дать им шанса скостить. Там всякие табуретки стоят вечно. Корень сидит на последней позиции. Вечно мешает. Бить корень надо. Так, а ты у нас с другой стороны можешь вкачать бросок кинжала себе. Я думаю, винер у нас без апгрейдов сегодня будет пока что. Не заслужил. Ну, он заслужил, но... Они ему не критичны. У него и так все скиллы хорошие. А вот кислотный дождь, наверное, я все-таки прокачаю флагелянту, чтобы последние позиции сносить. Там всегда самые опасные враги сидят. Так, мы пошли в лавку. Купим факел. Слабенький факел. Вообще, победили мы в прошлый раз, поэтому нам факел дают практически ничего не делающий. Ну, 25 максимального здоровья дает, и все. Все остальное там почти ничего не делает. Волчонок. Конечно, с нами пойдет волчонок. Без вариантов. И... У нас 20 бездельлушек остается. Вот есть хороший комплект. Талисман на урон и минус скорость. И этот... И получаемое лечение и меньше сопротивление передвижению. Ну, сопротивление передвижению, честно говоря, не хочется уменьшать. А вот плюс 10% урона, минус скорость, это я с удовольствием возьму. Венера все равно, скорость минус 1 ему без разницы. Абсолютно без разницы. Минус 1, минус 3 скорость, это... Это неважно. Так. А варлок привет, будет ли еще рыцарский рогарик понравился очень. Да, мне тоже очень понравился. Поэтому... Поэтому... Будет. Варлок, брат, собо брат, твоя группа. Не, они мне просто очень нравятся. Так, ставим факел. Ставим волчонка. Да, вот волчонок. Так, что еще? Что еще мы в лавке можем купить? А, ну целебная мазь, конечно. Целебная мазь крутая. А мы можем посмотреть, какой у нас регион впереди будет? Так. В Чернолесье и Марготье. Ага. Так. В Марготье у нас цель ввязаться не больше, чем в 6 боев. Плохая цель, мы хотим драться. Ага, Чернолесье. В Чернолесье хороший босс для нашей команды. Наверное, мы в Чернолесье поедем. Марготье это там эти всякие морепродукты живут. Но к морепродуктам я бы съездил. Потому что там интересно босса посмотреть. Но очень у нас удачно Чернолесье заходит. И квест у нас у... У Винера. На босса Чернолесья. И... И Оазис здесь есть. В Оазисе можно полечиться. Вот. Дебаф плохой. Шанс срыва дает. Но... Все равно. Все равно мне нравится, что... Чернолесье... Мы точно можем босса завалить, я думаю. И это хорошо. Так. В Чернолесье надо противоядие взять. И на босса что еще нам пригодится? Это слепота. Дымовые бомбы. На боссе очень хорошо заходят. Прям шикарно. Ну и... Так. Фляжку виски. Конечно. Пару фляжек виски. Мы без виски, ребят. Даже из трактира не выезжаем. Если ты в трактир приехал и виски не выпил, ну считай, зря приехал. Можно было даже не ехать. Без фляжки-то. Сопротивление болезнье тоже всегда пригодится. Правильно. Сопротивление болезнье. Радужки дадим. Король бобров. Парадокс. Парадокс модуль. Спасибо за 10 месяцев подписки. Помогите варлок держать меня в заложниках. Кто тебе телефон дал? Кошки, идите. Заберите у него телефон. Так. Фляжка виски. Ну кто у нас выпьет? Кто выпьет? Выпьем. Где же кружка? Ну давайте Винер пускай выпьет с Радужкой. Как чатеры. Пускай выпьет. Винер и Радужка. Вот им две бутылочки виски. Так. И давай теперь тебе дадим целебную мазь. Тебе дадим бомбы. И тебе дадим противоядие. Все. Мы готовы. Больше нам в магазине вроде ничего не нужно. Да? Да. И поехали. Поехали в Чернавесе. Поехали в Чернавесе. Едем вперед. Самое темное Чернолисье. Ну знакомая территория. Здесь уже мы много раз были. И я теперь знаю как здесь боссы проходить. Интересно сможем ли мы в логово и в оазис заехать? Нам бы желательно и туда и туда. Это по-моему очень важно. Где у нас логово? Ага. Логово справа во второй логе. Прям сразу логово. Без лишних вариантов. Правда пропускаем... Пропускаем колокольчик. Если в логово едем. Но тут вариантов нет. Зато после логово будет колокольчик точно. И оазис будет. То есть мы и квест пройдем. И один колокольчик возьмем. Хотя могли бы взять и два. Два если бы логово не поехали. Ну тут уж как повезет. Ничто не сделаешь с этим ничего. Имеем то что имеем. Нам направо. Может подеремся. Еще перед началом боя. А что нам подсвечивает игра тут? У нас вроде все должно быть нормально. Вроде все должно быть в порядке. Я правда не посмотрел скиллы. А ну тут конечно микрофобия. Вывих запястья. Наблюдательность. Разрыв плеча. Тут надо лечить. Психологическое состояние наших героев. Будет если появится возможность. Но я потратил деньги на предметы. И по-моему хорошо потратил. Потому что босса надо бить. Собаки. Собаки в четыре атаки. У нас есть щиты. Так что собаки нам не страшны. И тут у нас есть шарпальщик. Мы так и не видели одну атаку шарпальщика. Уже сколько с ними дрались. Ну я думаю что. У нас есть бросок кинжала. Но бросок кинжала игнорирует уклонение. Когда герой в невидимости. Поэтому. Смысла в этом мало. Можно наверное тогда его не бросать. Можно просто бросок кинжала сделать. Или киркой вот этого ударить шарпальщика. Давай его ударим киркой. Пускай. Кирка конечно не специализация героя. Пойдем. И проклятие что ли накидываем получается. Можно притянуть кого-то. Давайте проклятие. Ладно. Проклятие тогда вот так. Слабости и метку ставим. Единственное что. Кому у нас выгоднее всего по метке бить. Конечно же Виннеру. Конечно же Виннеру. Чтобы без промаха наносить удар. Ладно. Тогда будем собаку бить. Надо метку оставлять. Либо Виннеру надо бить по метке. Либо кинжал не дать. Девять урона. Хорошо комбо. Так. Ты у нас можешь наверное. Сколько у него там? Пять здоровья. Дротики. Два пять. Урона и два яда. Давай. Пойдет. Ага. Ну не добили. Ну что ж. Ну что ж. Не добили так не добили. А. Уклонение снимает вот эта метка. О. Это интересно. Что-то я посмотрел. Криптонулей. Что ж такое. Как-то неудачно. Собаки загрызли всю нашу команду. Команду шикарных бойцов загрызли две собаки. Ну тебя надо добивать. А то ты сейчас хочешь. Конечно потратили хоть пустую. Но что ж делать. Так. А ты. Ну лечение я тратить пока не хочу. Я бы лучше полечил там вот твоим скиллом. Нам надо. Чтоб мало здоровья было у флагелянта. Ладно. Добьем пока собаку. Одна собака у нас остается. И она под уязвимостью. Мы ее наверное можем добить. Оставили один здоровье. Если флагелянт сейчас свою лечилку бессмертия применит. То он получит урон. И его потом сможет полечить по идее. Наш оккультист. Надеюсь полечит хорошо. 0-28. 21. Отлично. Комбо. Сработало. Собака продолжает кусаться. Уже не страшно. Уже не страшно. Ну и достать до собаки мы не можем. Давай стресс что ли. Полечь немножко. Единичку. И добьем. А подожди. Ну да добьем просто. Не надо. Изобретать велосипеды. Продолжение следует. Четыре монеты. Хочу завести собаку. Но арендодательница не разрешает. Собаки милахи. У них язычок. Как кусок докторской колбасы. Ха-ха. Приветер. Блин. Дейдилайн. Интересные у тебя ассоциации. Никогда не думал что. Язык собак похож на докторскую колбасу. Чет мне в голову не приходило. Ну может быть. Заброшенная застава. Ага. Бой. Бой. Так. Винер предлагает просто драться. Радужка тоже предлагает только драться. А Демиан как уже боец со стажем. Профессионал. Прошедший огонь, воду и медные трубы. Говорит надо драться так. Чтобы враги получили уязвимость. Ну и я с ним согласен. Хорошо. Хорошо. Что он предлагает. Я соглашусь с ним. Ооо. И у нас большой рыцарь и двое епископов. И епископы удачных стоят. Как раз у нас есть навыки для атаки последних позиций. Епископских. И они под уязвимостью. Очень хорошо. Сейчас мы деслотным дождем закроем. Ух, еще стереотом. Красавец. Демиан вообще показывает просто класс. Молодчина. Так. Ну и что там? 12 здоровья. 4 яда у епископа. Давай, наверное, можно ядовитый дротик добавить. Еще сверху. Ядовитый дротик не прокатен. Поэтому такое. Наверное, бросок кинжала с большим шансом крита лучше. Чтобы точно тебя вот добить. И сейчас теперь помощью пучины сверху накрываем. Очень я хотел сделать так, чтобы вот один епископ только сходил. И крит. Не может получать клонение от двора. Ну не страшно, не страшно. Второй епископ не сходит. А этого мы добьем тоже броском кинжала, наверное. Так. Тут у тебя, значит, три щита. Ну, щиты мы с тебя будем снимать сейчас по полной программе. Да. Сломление с тебя щиты снимает. Никаких тебе щитов сегодня, рыцарь. Так. Ну и можно добить, конечно, епископа. Но его, наверное, радужка добьет ударом. Так что... О, нет. Мы можем сыграть абсцесс. Точно. Труп взорвать. Тебя ядом тогда добьет. О, вот это нам хорошая идея. Да, да, да. Давай так сделаем. Сопротивление сработало у обоих. Ха, 20%. Ну, Darkest Dungeon. Что ты тут сделаешь? Ладно, радужки добивай. Ританула. Молодец. А тебя мы будем... Имя мы будем проклинать. Нет, ты на тебя ставить. Ибо нефиг. Семь кровотока. Ого. Ничего себе. Весело. Ну, тогда давай железную выдержку делать. Раз на тебе сим кровотока, нужно щиты дать. Без щитов-то будет так себе. Так, а этот контур атакует теперь. Угу. Будет ли ставки на Дестерой Даркес Данжен? Да, про ставки я забыл. Начать прогноз. Пройдем ли... Доедем ли до трактира? Да, давайте. Доедем ли до трактира? Сделаем ставку. Угу. И поедем в трактир. Ну, давай, ладно. Пускай. Контур атак идет. Чтобы мы его пританем. И мы теперь тебе еще... Вот такое проклятие можем поставить. Все проклятия. И еще теперь... Ну, как-то по-хитрому тут вроде не сыграть. Надо просто отбить и не изобретать делать беды. На Большого Рыцаря. У него еще этот будет 11 кровотока. Бедный. Бедный культист. Ну, полетиться не можем. 33% здоровья не набрали. Ага. Ай, ёппер, СМД. Как же тебя полетить-то? Никогда. Неужели ты покосанный пойдешь? Покосанный. Ну, да. От 48-16 это не 33%. Да? Не хватает единички. Чат верит. Чат верит. Коэффициент для синей команды 1 к 3 сотням. Ох, если я с мисплею, то синяя команда джек-потище срубит. Кто там? Два человека в синей команде по 150 монет поставили. Вот это будет джек-потище. Так, красная команда. Я этот. Я постараюсь не смесплеить. Приложу все усилия, чтобы не было руины. Да? Мы можем, кстати, полечить тебя, наверное, так. Пожертвовать здоровьем. Чтобы распределить как-то хп-шку немного. И... Да. Ага, блин, мне ж тебя... А ну... 75 сопротивления смерти у него. Ого! Ничего себе. А мне тебя и ударить нечем, да. Ну, ладно. Слабость тебе представил. Си, ударил на пороге смерти. И 15 кровотока. Жесть. Вообще жесть. Ну, ладно. Хотя бы полечиться, полу. Вышло. Вот это циферки. Так, рыцарь опять ходит. У него уже 65 сопротивления смерти. Ну, дарбича надо сыграть. Нам... Полечиться. Да, что ж такое. Покоя не дают нашему рыцарю. Ну, добиваем. Не добиваем. Не добиваем. Рыцарь бессмертный. Ему вообще все пофиг. И сейчас еще кровотоком 8 словим. Знаешь что? Бинтов в магазине не было. Даже если бы я подумал об этом и... Бинтов бы закупил. Но... В магазине бинты не продавались. И у тебя теперь нет здоровья. Ты бы могла... Апсента выпить радужку. Могла бы, но... Но не получается. Тоже не 33%. Ну что, добьем рыцаря сегодня или нет? Или он будет здесь вечно жить? 35% у него. Так, ну давай полечим. Опять рыцарь ходит. Так что... Надо добивать. Дайте же, он живет. Вообще пофигу. Поэтому рыцарю все. О, 15 урона с кровотоком. Молодец. Молодец, рыцарь. Знает, что делает. Теоретически он, наверное, может вообще никогда не умереть. И убьет всю нашу команду. Рано или поздно у нас лечилки закончатся. И он нас убьет, если бесконечно будет сопротивляться смерти, да? Вот почему бы и нет. Почему бы и нет. Я думаю, может, церебную мазь тогда и использовать. Ладно, не будем. Все, добили. Неужели? Не прошло и полгода. Били, били, били. И за это нам награда 8 монеток. Ну, 16 медалей еще. Тоже хорошо. Но, конечно, это вообще... Тсс. Полдня. И впереди еще и логово. А мы вот сейчас в Оазис заехать. Но в логово мы едем. Мы едем на босса, все честно. Я все думаю про коэффициенты. Ну, коэффициенты у синей команды чуть уменьшились. Народ перекинулся на сторону жадности. Поэтому. Немножко полечились. Но не полное здоровье будет. Не полное здоровье будет. Цитадель генерала. Надеюсь, здесь такого рыцаря не будет перед боссом. То, конечно, вообще... А, рыцарь! Нет. Только не это. Что делать? Черт. Капец. Ну, как я вам не нравится. Так, ладно. Давайте думаем, что делать с ним. Ну, его первым сносить смысла никакого нет. Надо вот этого второго бить рядового. Можно, конечно, рыцаря настакать яда попытаться. Спротивление яда у него на самом деле маленькое. Несмотря на то, что он зеленый. Ну, тут три яда. В принципе. Если сразу начать на него накладывать. Но нужно сносить центрального, а потом взрывать труп. Чтобы два яда на всех сделать. Это было бы намного выгоднее. Хотя тут два щита. Ладно. Главное, яд. Так что щит не особо влияет. Ну, и тогда растут щиты. Ну, хотя у нас вот удар киркой игнорирует щиты вообще-то. 4-5 урон. Или лучше по щитам еще добавить два яда. Как лучше сделать? 2-5. Здесь 4-5. Но здесь яда. Здесь игнор щитов. Это будет 1-2 урон. Это будет 4-5. Ну, 4-5, наверное, лучше с игнором щитов. Там здоровья немного. Могли бы рыцаря вперед притащить. Но я его буду проклинать. Будь ты проклят, рыцарь. Будь ты проклят. И критуют они, естественно. Ну, как по-другому, может быть? Пошли криты. Ну, хоть кто-то промахнулся. Хоть что-то хорошее. Так, ну и тебе надо бы бить по метке. Или играть железную выдержку. Ну, добить бы этого чувака было бы отлично. Но слепота мешает. Нет, надо щиты делать. А, рыцарь сейчас, наверное, вперед же рванет. Да, уго. Да, он вперед переместился. Я забыл. Я забыл про это. Ладно. Переместился, так переместился. Сейчас мы с него... Мы добьем вот этого. Не добьем. Почти. И, наверное, теперь будем пилить рыцаря, да? Или не будем пилить рыцаря? Или сыграем сейчас... Лечилку. Дарбича. Давай, буду бить нашего танка, наверное. Давим ему еще щитов. И усиления. Так, тебе конец. Мы можем проклятие сыграть. Ну, тут, наверное, все-таки надо вот тебя добить. Хотя у тебя три щита, два щита. Ох. Может, притащить его вперед, вот этого? Чтобы... Чтобы... Чтобы не этот, не очень долго. Делитер. Хотя... Даже не знаю, как лучше сделать. Ну, вот... Его бить не надо. У него... А, нет, подожди. У него сопротивление смерти ноль. То есть оно есть. Ага. Тогда надо играть помощь и щит. Чтобы его на порог смерти перенести. О-о-о. Вот это правильный ход. Судя по цвету, у тебя резист от кровотечения. Да. Практически иммунитет. Кровотечению. Так. Почесть нам не нужна. Мы можем снять броню. 6-11 урон. Здесь 6-12 и точно не промахнемся. Давай вот так вот ударим по метке. Лучше так. Ну и... Ставим. Ставим метку. Или не ставим метку. Надо мелкого добивать. А, ладно. Бьем рыцаря, короче. Он самый опасный. Давайте все-таки... Снесем рыцаря. Или не снесем. 12 здоровья. 30 здоровья. Эээ. Давай дротиками в тебя. И... Так. Это у нас взрыв трупа будет. Бессмертие. Можно полечить тебя. Ну, пока, наверное, рано. Ладно. Ладно, короче. Бьем рыцаря. Не будем умничать. Больше урона, тем лучше. Ох, кончились щиты на нашем танке. И вот пошло кровотечение. Где-то мы уже такое видели, да? Где-то такое уже было. Пускай, наверное, лучше полечит его культист. А рыцарь пускай бьет. У тебя шанс 50% промахнуться. Может быть, стоит просто снять слепоту. А, попадем. Я верил. Ноль сомнений. Да, ты вот займись лечением. 0,21. 1. Идеально. Практически идеально. Сейчас нам рыцаря зашибут. Что я вам скажу? Сейчас зашибут. Надо его лечить. Ну, не ноль, да. Чат вот говорит, не ноль. Правда, не ноль. Ох, флагеллянту прилетело. Но это хорошо, что флагеллянта ударили. Флагеллянт полечится. Флагеллянт может полечиться. Так что у него все хорошо. Так. Тебя надо будет еще один раз ударить. Ты у нас полечиться не можешь. Бей, рыцаря. Ритоп. Молодец. Флагеллянт удар бича сейчас сделает. И давай его отдадим тебе. Ты у нас вот этого вот добей. Все. Его мы добили. И ты у нас можешь бросить кинжал в рыцаря. И попытайся добить его. Не, рыцарь, не убейте рыцаря. Он так силен. Вообще. У тебя есть собственная лечилка. Давай. Подрубай. Ну что. Пытаемся добить рыцаря без смс регистрации. 40 тысяч лет. 40 тысяч лет. Мы добивали рыцаря. Били, били. Били, били. Спротивляется яду 20%. У него уже второй раз подряд срабатывает. Попробуем полечиться. 5. 5. Да. И удар на 15. Очень хорошо. Что я вам скажу. Просто замечательно. Ну что. Бьем рыцаря. Флагелян-то 13. Здоровья. Ох. Ну мы идем вперед. Мы пытаемся пробить. Сегодня у нас рандом. Не на нашей стороне. А сегодня у нас. Прям. Ну тут рыцаря нет. Что-то уже хорошее. Хотя бы здесь нет рыцаря. Зато есть. Помощь пучины. Так. Ну. Да. Помощь пучины. Будем играть. А вот этих ребят. Которые сзади стоят. О. На флагелян-то метку поставили. Это нехорошо. Ну тут надо барабанщика сносить. И епископа первыми. Наверное первым. Наверное первым барабанщика. Я думаю. Ну хотя. Не. Первым будем епископа сносить. Что-то я решил что он опасен. Правильно. Наверное я решил. Флагелян-то там уже вообще избили. Но флагелян-то нужно. Сейчас нельзя лечиться. Ему нужно. Убить. У него нужная для нас атака. Красный. Выживет он или нет. Будет зависеть. Так. Наш венер. Давай. Делай щиты. Бери на себя удар. Прикрывай братьев. И сестер по оружию. У нас сегодня три брата. Одна сестра. В прошлый раз было три сестры. Один брат. Это у нас каждый раз получается. Три мушкетера. Три мушкетера и один дартаньян. Или одна дартаньянка и три мушкетера. Лечение надо сыграть. 23 наконец-то. О, хорошо сыграл. Правда, три кровотока еще. Мазь я хочу оставить на босса. Меч короля пронзает. Банцер я пройду. Войска его непобедима в бою. Привет, Ешон. Извини, что в напряженный момент. Просто сегодня больше будет некогда. Работа руины. Смотрю сегодня утром твой забег в пепеглине с цепями руины. И думаю, для разработчика твой канал практически ассоциируется с этой игрой. Так что, может не Варлокт, а Шарлокт. Хаэ. Шарлокт. Ой, привет, Бэрвуль. Привет. Спасибо большое за стоишься от сердечком. Да спасибо, что ты меня отвлек. У меня тут рыцари душат уже. Душат, душат. Скоро совсем задушат. Спасибо большое, Бэрвуль. Шарлокт. А что ты думаешь, что это... Для разработчика. А что ты думаешь, разработчик смотрит, что ли, наши стримы? Да, он же на русском не говорит. Откуда они знают, что мы про них там говорим? Спасибо, Бэрвуль, за донат. А у них там шпион есть, правда, тот, который донатит. Разработчик пеплина. Шарлокт. Эдэ. А, для переводчика. Ну, переводчик, да. Переводчик сначала просто смотрел, а потом уже в чат пришел. Не выдержал. Не выдержал на руину смотреть. Пришел в чат к нам даже. Спасибо. Спасибо большое тебе, Бэрвуль, за донат и поддержку. Так. Ну, получается, снесли мы епископа, у него сопротивления смерти нет. Остался вот барабанщик. 8 здоровья, 4. Если кислотным дождем сейчас барабанщика накроем, то, в принципе... А, не накроем, потому что там защищает рядовой его. Ага. Рядовой защищает, говорите. Ну, тогда лучше Дарбича сыграть, наверное. Тогда лучше Дарбича сыграем. И давай для... На кого сыграть? Ну, давай на тебя сыграем, Дарбича. Полечимся, апгрейд тебе дадим на урон. Потому что... Винер у нас сейчас будет играть пробитие брони. Здесь, вон. Два щита и щит плюс. Надо... Надо пробивать. Все щиты сняли. Проигнорировали. Классная атака. Ну, и нас критили. Ну, хоть по щиту кританули они. По другому мягкому месту какому-нибудь. Не то хорошо. Так, барабанщик тут душит. Ага. Напугали нас. Пугают, пугают. Так, ну тут можно вот взорвать труп, да? Вот это будет хорошо. Вот, хорошо. Красиво. Семь яду. Каждому по яду от каждого по потребностям, как говорится. Так, тебе хана. Да, у тебя сопротивление смерти. Нет, у тебя есть. Поэтому давайте аккаританем. И тебе теперь тоже хана. Все, у них остался один вот этот вот чувак. Нам бы полечиться, но... Нет, нет лечения. Пока что. И вот теперь нам точно надо полечиться. Вот теперь точно без лечения не обойтись. Так, здесь... Пробитие щита. Делаем... Барабанщику. А что это барабанщик? Он что, самый умный что ли? А что это он придумал такое интересное? Просто решил, что на него сегодня яд не работает, да? Он такой, а я аут не в настроении. У меня сегодня яд не будет работать. Интересно. Я тоже так хочу уметь. Мне тоже так нравится, чтобы вот на меня яд не работал. Это... Извини, что мало сижу на стримах. Смотрю на ютубе. В основном, ибо на работе интернет не позволяет твичи жать. Только когда курить выхожу, могу поздороваться. ПС, а ты уже открыл питомцев. Тут вокруг них можно прям билды собирать. Барвульф, спасибо тебе большое за донат. Спасибо за 32 сердечка. Понимаю, что это на ютубе смотришь. Ну, мы все на ютубе выкладываем. Мы ничего не скрываем. У нас все, что мы тут на стримах играем, все идет на ютубе. Так что можно посмотреть. Можно запросто посмотреть. Питомцев мы только пока волчонка открыли. Других пока не открывали. Так что вот ждем. Ждем. Я потратил все свечи на всякую фигню. Типа прокачки героев. Поэтому пока нет у нас. Ну что, ребят. Я не знаю, почему на барабанщика яд не работает. Я вот без понятия, что это значит. Вот такое вообще. На нем 7 яда висит, 4 здоровья. И он не сработал. У некоторых врагов и у большинства боссов есть дополнительные ходы, которые работают, если враг оглушен. В этот ход не работают статус эффекты. На доп.ханы, данные твоим героем артефактами, работают те же правила. Понятно. Понятно. Просто вот иногда яд не работает. Ясно. Как это узнать? Да вот никак догорайся. Вот такое вот у нас правило есть. Ша-ша-ша душем корень целый стрим. Ты всех боссов видел, когда забег руины в пеглине. Вова из Ростова. Не, Happy Horse. Очень важно. Спасибо тебе большое за 32 серии. Спасибо за донат. Мы вчера в пеглина играли. Вчера, о, мы вчера много в Кремле. В Кремле на. Много играли в пеглина. В Кремле на не играли. Так. Давай, давай вот так вот стресс полечим чуть-чуть. Попробую полечить нашу бандитку. Поэтому попропускаем пока ходы. Побьем трупы усиленно. И она вот сама себя на 13 может полечить. И я думаю, этого достаточно. Не надо. О, она, кстати, вон, клонение получает. Неплохо, неплохо она лечится. Так, ну и сейчас мы этого чувака добьем. Комбай. Вот такой комбай. Фух. О, смотрите, какой артефакт. Артефакт на капкан. Дойдут за босса, если пройдем. Отлично. Отлично. Это офигенный артефакт. Наших героев не смогут двигать с места. Что очень круто. Ну, еще много интересных реликвий. Вон, на щиты. И вот еще щит отражения. Который два урона обратно отдает всем врагам, которые атакуют. Фух. Ну что, ребят. Сейчас идем на босса. Только одну секунду. Мне надо сбегать туда. Сейчас, подождите. Извиняюсь. Но я энергетика попил перед стримом. Извините. Сейчас приду. Все, вернулся я. Давайте дальше играть. Вперед. Поехали. Ну и генерал с корнем. Генерал и его корень. История. Варлок, угадай, что сработает раньше. Перемешивание пати от застания врасплох или капкан от арта? Ну, судя по тому, что ты написал смайлики Джебейта. Наверное, перемешивание от застания врасплох. Ну, что ж. Надо просто, чтобы нас никто не застывал врасплох, да? Так. Генерал Грёс. Ну, генерала мы знаем. Хорошо. Генералу нужно бить корень. Всегда бить корень. Первое правило бойцовского клуба. Мы не говорим о бойцовском клубе. Второе правило бойцовского клуба. Мы всегда бьем корень. И мы кидаем на генерала слепоту. Потому что нефиг тут. Да, кислотным дождем бьем корень. Вот так. Кислотный дождь очень хорошо. Он бьет и корень, и генерала одновременно. И вот мы можем... Мы можем корень бить бросками кинжала. А можем бить корень и генерала одновременно способностью оккультиста. И вот здесь интересный момент. Интересный момент. Как нам лучше делать? 4-7 урона. Ну, тут улучшенный навык. Ну, тогда мы проклятие не накидываем. Либо мы будем кинжалы бросать в корень. А... Культист будет бить сразу двоих. Либо... Точнее, культист может тогда проклятие на генерала накидывать. Либо мы бросаем кинжалы в генерала. А... А культист бьет. Ну, мне кажется, ребят, что лучше, наверное, кинжалы в корень метать. Как это ни странно. А... Культистам кастовать проклятие. Хотя урона тогда по генералу будет меньше. А у него 180 здоровья. О-о-о-о-о. Как много здоровья. Как много у него здоровья. Да. Хе-хе-хе-хе. Очень много. Радужкой мы можем на него яд настакивать. Вот хорошая штука. Всего лишь 30 сопротивления яда у него. Наверное, лучше бить все-таки без проклятий. Двойные кинжалы не попадают по корню. Двойные кинжалы только по генералу попадают. Так что... Не подлучается у нас. Нет, не работает. Не работает. С другой стороны, если мы на генерала метку не поставим, ребят, то тогда у нас танк будет промахиваться. Ну, получается, что нам все-таки выгоднее корень бить кинжалом. А метки кастовать культистом на генерала. Ну да. Тогда так и будем делать. Кинжал в корень. А культистом будем ставить метки. Будем проклятие слабости на него колдовать. Чтобы ему жизнь медом не казалась. Хотя на пучине 33% тоже шанс метки. Но проклятие слабости. Слабость тоже хорошо. И промах. Улично. Промах это хорошо. Ну вот тут, наверное, мазь я уже использую. Не буду экономить. Все. Куда уж ее теперь экономить. Некуда. Некуда экономить. И мы будем бить. Максимальный урон по метке выдаем. Комба. Отлично. 16 урона это хорошо. Это очень-очень хорошо. Как я сейчас думаю. Опять думаем. Хлебом не кормит. Ай подумать. Ядовитые дротики. Приятно. Может к черту эту метку. Да, пока нет слепоты на Виннере. Наверное, радужка пускай кидает дротики в генерала. Вот слепота появится. И тогда будем играть другое. Давай, давай вот так сделаем. Это разумно. Ай, кулдаун. Да, да, да. Перезарядка же на метке. Отлично. Ну тогда точно так надо делать. А метку на корень поставили. Ха-ха-ха. Так, ну. Дэмиан по кулдауну только всегда бьет корень. У него других вариантов нет. И у нас всегда корень бей. О, словили урон. Да, со стрессом у нас будут проблемы. Тут ничего не скажешь. Давай полечим. Со стрессом у нас шут на пенсии. Поэтому стресс бы вот. Надо бы скил на лечение стресса все-таки поставить тогда флагеллянту. А то что-то вот я провтыкал. Да, есть такое дело. Есть такое дело. Флагеллянту-то пофиг. Ему наоборот стресс надо набирать. А вот тут, 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 тут. Радужка-то не хочет под стрессом быть. Никаким, ни в каком виде. Ни в каком виде ей такое не надо. Это точно. Так что, наверное. Это я ошибся, ребята. Это я смисплеил. Так. Есть у нас слепота на... Да, есть у нас слепота сейчас на танке. Поэтому мы играем проклятие с меткой. Босса. Да. И ты у нас всегда бьешь корень. Без вариантов. Надо было еще бутылку на... Слепоту кинуть. А ты у нас тоже будешь бить корень, да? А ты у нас тоже будешь бить корень. Хорошо. Успешно бьем корень. 24 на 7. Ну, почти половину кинуть. Если... О, все, у нее стресс пошел. Ошибки были сделаны. Тут я... Тут я ошибся, ребят. Ага, и метку мы сняли. Блин. Как же я метку потерял куда? Слепота теперь висит. Что-то я как-то... Не продумал. Сей вопрос. Теперь под слепотой бить, что ли? С 50% шанс промаха? Или железную выдержку сыграть? Флагеллянт украл метку. Стырил. Ах ты. Флагеллянт. Жук. Вор меток. Раздумья можно сыграть и снять слепоту. Убить под слепотой это такое, да? Совсем такое. Да, и у нас будет... Будет стресс на радужке. Мисплей. Давай, снимать слепоту. Да. Ошибки, 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 ошибки. Непродуманно. Уграем. Она может полечиться, конечно. Ну, теперь зато нам метка не нужна. И теперь... Мы можем... Бить... Дротиками. Сюда. Да? А вот эти двое ребят будут бить корень. Давай, давай бьем генерала. Разве атака не снимает слепоту? Снимает. Снимает. Можно было и... Но у атаки еще 75% шанс наложить слепоту обратно. То есть она может промахнуться, снять слепоту и обратно 75% повесить эту же слепоту. Так же, как было. Поэтому... Ну... О, метка есть. Отлично. Отлично. А, ну метку сейчас кислотным дождем снимет. Ну ладно. Зато критонули. О, хорошо. 14. Яда. Крит на 30. Ага. А вот это было неожиданно. И у радужки срыв. О, это откуда? Из воздуха крит на 30 нарисовался. Это именно ядовитость. Это, конечно, хорошо. А что мы будем делать с радужкой? Как-то лечить ее надо. Ничего себе. Вот это сюрпризы. Вот это. Так, а как мы ее будем спасать? Да никак. Железную выдержку, что ли, и собирать тогда? Может, переманит Виннер на себя атаки какие-то? Давайте попробуем. Я не знаю, работает ли на босса углумление. Вот я сомневаюсь. Но попробуем. Хана, радужки. Ха-ха. А-а-а. Что делать? Надо ходы пропускать. Да? И лечиться вот пропуском хода. Потому что... Если я сейчас ход не пропущу, а, например, сыграю атаку ей, тогда нужно будет играть лечение оккультистом. Оно может сработать, а может не сработать. Апсент у нее есть, точно. А, да, да, да. Я же забыл про апсент. О! Апсент решает все проблемы. Вот. Это совсем другое дело. Ну, тут надо кидать банку со слепотой. И играть... И играть кислотный дождь. Хочется дарби час играть и полечиться, конечно. Но надо бить корень, ребят. Обязательно надо бить корень. Без вариантов. Так. И тут тоже будем бить корень. Не могу лечилку играть. Надо бить корень. Надеюсь, что сработает глумление. А, нет. Не работает глумление. Смотри. А, бьет всех подряд. Пофиг кому на это глумление. Опять радужка влетает. Что ж, такое-то... Ладно. Жалко радужку. Но будем... У нее апсент есть. Бутылочка в кармане. Давай рубящий удар. Ростки. На всех. Она может еще раз апсенту выпить. Тут вот уже у Дэмиана проблемы, да? Она-то апсенту выпьет. А Дэмиан... Дэмиан не выпьет. Мм... У нее слабость. У нее уклонение. У нее уклонение. Может быть, поможет. Я хочу уход, наверное, от Дэмиана потратить, чтобы его полечить. У него 4 кровотока. У него останется 5 здоровья. И 4 кровотока будет висеть. Потом генерал как даст. Хана. Сопротивление смерти. Какое у нас? 77 всего лишь. 61. А, сопротивление смерти даже не 90. Мало. Надо... Быстрее бой заканчивать. А то... А то... Беда, печаль будет. Тогда надо бить корень. Или рискнем? Рискнем. Пускай она бьет. А, мы будем бить корень. Пофиг. Ладно. Дэмиан. Мы в тебя верим. Держись-то. Тебе тоже надо бить корень, кстати. Я тебя хочу полечить, но... Надо бить корень. Кто, если не ты? На пороге смерти он оказался. А почему? Удар по корню же снижает это. Точно. Атака у флагелянта, она... Ребята, она сейчас сама урон наносит. Оооо, ошибки были сделаны. Ну что, Дэмиан, прощай. Он сам себя бьет. Да, я забыл. Я забыл. Я забыл. Я забыл. Сейчас придется его лечить. Надо будет сейчас его лечить в срочном порядке. Так. Тогда радужка у нас бьет корень. 25 здоровья и 8. Надо бить корень. Надо без вариантов. И... Надо лететь. Ну давай. 0-28. 16. Хорошо. Нормально. Отлично. Фух. Шестнадцатик. Хорошо. Шестнадцатик. Нормально. И он теперь может ударить по корню. 12 яда. 12. Ну что, добьем. 11. 3 хп. Кройка. Держитесь, держитесь. Держитесь, так. Попробуем добить теперь дар бича, давай. Давай вот так вот. И пытаемся добить теперь. Давид, ты дротики. Один? Как ты один-то нанесла? Как ты один нанесла-то? На порог смерти этого генерала, может, помрет сейчас. Его 25% вроде. С предъявления смерти. О, сработало. Ноль проблем. Даже ни секунды не сомневался. Фух. Darkest Dungeon. Такой. Вот это игра. Вот прямо. Вроде все знаешь. Вроде команду собрал. Вроде вот все у тебя продумано. И все равно. Прям вот по краю, по лезвию. Каждый бой. Фух. О. Нельзя деду в такое играть. Слишком стар, дед. Слишком стар, дед. Для таких ветеринок. Ой, слишком стар, дед. Уже не выдерживает сердечко. Скоро. А потом криты по 30 вылетают из воздуха. И все твои планы идут нафиг. Так. Танидарк из Даджи 2. Тальцгеймер. И не говори. Так. Нуроновые реликвии. Щит отражения. Щит отражения накладывает на атакующего, когда по герою попадают, 2 урона. Ну, это точно надо тебе. Ну, и тут вот шанс, когда по герою попадают, если скорость меньше 2, с шансом 20% дополнительное действие. Ну, это идеально. У нас скорость минус 1. И каждый бой, каждый герой в начале боя получает с шансом 33% щит. И когда промахиваются, если сам герой первый в очереди получает слабость. Но наш герой первый в очереди никогда не будет. С другой стороны, шанс 33% щита в начале боя. Честно говоря, не очень хороший баф. Может быть, лучше повесить плюс 10% урона. Да, щит у этого, у прокаженного уже был у нас. Такой же. Был-был. Мистер Шарлок. Вот ты смеялся от сочетания цепей руины и маски, типа чтобы оно в 4-ех направлениях крутилось. А ведь раньше она так и делала. Я тоже думал, что я очень умный и придумал комбо. Но в тот момент разработчики меня переиграли и уничтожили. Сразу минус забег на первом же бою был. Бэрвуль, спасибо большое за 32 с сердечком. А разработчики в пекине вообще... Они всех переиграют. Всех переиграют. С ними шутки плохи. Так, с ними шутки плохи. Ну, стандарт твердости. Я не знаю, кому дать. У всех остальных скорость у нас большая. Можно дать штандарт и вот этот вот талисман в комплекте. К леперу. Тогда у него и урона добавится. И... Или радужки даже. Ей тоже урон хорошо подходит. У него скорость 6. Тогда у него скорость будет маленькая. И бонусный урон будет. И... Дебаф никогда не навесят. Так, а теплощит дает нам сопротивление огню. Оно нам в этой локации не нужно. Так, и что у нас по предметам боя? Целебные травы. Ну, держи тебе целебную траву. Фух, поехали. Поехали, босса прошли. Впереди вроде бы оазис должен быть, да? А, мы сейчас в дозорную башню поедем. А потом в... А потом у нас будет... Колокольчик. Где мы кого-нибудь прокачаем. А потом оазис. И... Будет хорошо. Тут у нас стресс добавляется. А что у тебя тут... Что-то стресс-то добавляешь. Что ты руинишь у нас. Не знаю. Что-то стресс добавляет. Недоволен. Недоволен наш культист, говорит. Не тот культ. Какой-то мне попался. Что-то выклублено. Плохо культируете. Где мои жертвы? Все, какие-то корни бью. И никаких нормальных жертв. Так, ну, нам направо тут. В любом случае вариантов нет. Потому что иначе мы в оазис не попадем. Ну, бой по дороге. Вряд ли тут будет сложный бой, да? Вряд ли. Должно быть все нормально. Да, флагелянт во второй части этот... Вместо кровотечения яд накидывает. В первой части я его очень плохо помню. Я в первую часть мало играл. И, честно говоря, вторая часть мне вот... Теперь я когда поиграл, уже даже больше нравится. Я втянулся. Поэтому нравится, нравится мне вот сейчас... Вторая часть. Ну, в первой части он вроде через кровоток работал, да. Было дело, было. Сейчас в стиме оценки игры смешанные. Хотя это просто баги и хейтеры. Думают разработчики. Маги и хейтеры, говоришь. Ну, может быть. Ну, понятно, почему оценки смешанные. Потому что игра очень сильно отличается. И вот у меня первая реакция такая же была. Честно говоря, ребят... У меня первая реакция на игру... Ну, вы помните первые два стрима по второму дарку. Как я там такой? Все! Нафиг игра! Прощай, увидимся никогда! Было такое, да. Было. Так что... Тут ничего не скажешь. Я сам такой. Ну что, первое впечатление от игры... Я не скажу, что обманчивое, но очень-очень-очень душное. Потому что вот ты открываешь, и тебе вот эту всю фигню надо показывают. Вот у тебя вот все вот этими картиночками маленькими обозначается. И ничего не понятно. Все не как у людей, да. Во всех остальных играх нормальных ты смотришь там, какие эффекты на героя. Тебе все написано буквами, а тут вот картинками. И ты эти картинки просматриваешь, руинишь, и потом... И потом вот... Тебя сносят, а еще и без метапрокачки, ну и все. И первые забеги сливаются в трубу. А в трубу сливать забеги никто не любит. Никак. Когда ты доходишь до первого босса, и вот у тебя ощущение, что без шансов. Вот вообще без шансов. Частично потому, что ты механик не знаешь, а знать ты их не можешь. И на врагах не написано, что они будут делать. Как в каком-нибудь шпиле, или даже в пеглине. В пеглине все-таки понятно, что будут делать враги. Бить они будут. А здесь они всякую ересь мутят тот же корень. Тот же корень. Вот если ты не знаешь, что надо бить корень. Два раза в ход. Не меньше, не больше. Бьешь один раз в корень. Проигрываешь. Бьешь ноль раз в корень. Проигрываешь еще быстрее. Надо бить два раза в корень. А вот как ты это поймешь, что надо бить два раза в корень? А никак. Методом эксперимента. И все. Ты не можешь. Если ты не бьешь корень, ты автолузаешь бой с генералом. И это очень спорная, спорная механика. Вот. Такая, мягко говоря, спорная. Получается, все игроки, которые заранее гайд не прочитали, будут проигрывать бой с генералом. Так что да. Да, и когда ты корень бьешь, у него статус реагирует на урон. Что это значит? Непонятно. Только вот ты. Как реагирует загадка? Да. Честно говоря, когда в первый раз играешь, ты вот корень ударил, на нем написано реагирует на урон. Первое мое предположение было, его не надо бить. Он же реагирует на урон, зачем его трогать? О, не трогай, не трогай. Пускай не реагирует. Пускай сидит и никого не трогает. А нет. Ничего подобного. Надо бить. Надо, чтобы реагировал. Поэтому. Вот. Все показано, все лол, все интуитивно, понятно и видно на экране. Ага. Да. Ну как, хорошо. Хорошо. Да. Все интуитивно, понятно и видно. Реагирует на урон. Что ж непонятного? Ежу понятно, что реагирует на урон. Это значит, что его надо бить два раза в ход. Очевидно же. В школе в первом классе учат. Так. Ну что? Кому будем открывать скиллы? Кому? В принципе, все герои хорошо работают. Ну, наверное, давайте эту радужку посылать. Да, надо радужку отправлять. Она у нас вообще ни разу колокольчик не открывала. Давайте. Пускай сходит. Круг роскоши. Разхитчица. Глава первая. Круг роскоши. Родившись в состоятельной семье и выйдя замуж за настоящего богача, все дни она проводила в седле, а вечера на баллах, но ей приходилось терпеть животное вожделение и пьяный нрав своего мужа, умиротворяя худшие из его наклонностей видом любезного почтения. Все это время она предавалась смертоубийственным фантазиям о свободе и состоянии, которое скоро будет принадлежать ей. Очень интересно. Прям захватывающая история. Так, скилл под покровом ночи. Требуется цель труп. Три применения. Уничтожает труп. Получает, когда попадает по цели, восстановление здоровья на 33% и невидимость. Ага. А вот и наш скилл для получения невидимости. И получать невидимость мы сможем только когда на экране есть труп. Что... На боссах работать не будет. Вообще. Кушает она трупы. Ням-ням-ням-ням. Вкусняшка. И, в принципе, неплохо. И невидимость получает, и лечится. Вот только... В тех боях, где это важно, этот скилл работать не будет. Знаете что, не буду я его ставить. Что-то как-то я не понимаю. Не понимаю прикола. Ну и у нас эта невидимость дает баф только на бросок кинжала. Который будет игнорировать уклон. Ну, очень специфическое применение. Мягко говоря. Да. К тому же у нас уклон снимает культист. Да, у нас... У нас культист, проклятие, может снимать уклон. Я думаю, что нам это не надо, ребят. Понемногу. Но фон должен пополняться. Ха-ха. Двар Фортресс. Привет. Ой-ой-ой-ой. Уазис едет. Едем. Уазис. Привет, Двар Фортресс. Спасибо за донат. Ой, Двар Фортресс. Какая игра, да? Я вот все смотрю этого на ютубе. Ютубера, который играет в Двар Фортресс. И хорошие истории рассказывает. Очень интересно. Играть я в такое, конечно, не буду. Слишком сложно. Много букв, много текста. Думать надо. Дед. Деду не хочется думать. Дед хочет кнопочки нажимать. Поэтому вот. Оазис. Вот и успокоение. Виннер не хочет в Оазисе ничего делать. Он валит. А вот Дэмион предлагает пять факела и пять стресса полетить. Давай. Испортил отношения. Полетил только четыре стресса. А Оазис, мягко говоря, какой-то бесполезный. Что за? Что за Оазис такой? И все, и больше ничего не дали? Да. Ну и Оазис. Ну и Оазис. Я с такими Оазисами не дружу. Бесполезными. Так. Чат показывает, что при улучшении тот скилл гробовщицы будет снимать стресс. Посмотрим. Сейчас доедем до улучшений. Там разберемся. Так. У нас тут бой. У нас тут битва. Что-то у нас Дэмион ругается с Виннером. Что-то они все время ругаются. Что за дела? Новый чатер. Ков 228-335. Добро пожаловать. Первый раз на стриме. Добро пожаловать. Мы тебя рады видеть. Где взять варлаккоины и сделать ставку? Жди. Сейчас мы до трактира доедем. Ты пока подкопи варлаккоинов и ставь все на красное. Они сейчас у тебя сами будут приходить на счет. Голову на перемещение мы на телегу сможем только в трактире повесить. Только в трактире. Ждем. Так. Барабанщик, арбалетчик и два танка. Ну тут у нас стандарт. Сносим барабанщика и арбалетчика первыми. Арбалетчик что-то готовится использовать мощный навык. Ну остановить мы его, наверное, не сможем. Поэтому. Поэтому давай бросать в него кинжал. Ну 15 здоровья всего. Может за этот ход и завалим. Слотным дождем немножко помыть. Да, два здоровья у него осталось. О! Вот. Выстрел и сдох. Навредил. Накакал, написал и сбежал. Ну вот куда это годится. Никакие ворота не лезет. Полный. Вредитель. По полной программе. Так, ладно. Кто у нас там дальше ходит? Танк. Давай тебя вперед не тащим. Может танк тебя сейчас... А, ты сопротивляешься, да? Сопротивляется, значит. Он не хочет, чтобы его подтаскивали. Ух ты. Ух ты, вредитель. Ладно, тогда будем щиты пробивать, да? Щиты будем пробивать, раз он не хочет поехать вперед. Так, ладно. Ты у нас можешь... Ты игнорируешь прикрытие. О, бросок кинжала игнорирует прикрытие. Кстати, неплохо вот бросок кинжала. Хорошо работает. Хух. Обычные мобы решили нас раскатать по асфальту. Или по камушкам из чего тут дорога. Вообще решили, что... Сейчас мы им покажем. Смотри, что творят. Ух ты. Какие ребята. Сейчас мы дарбича скастуем. Не хуже босса дают. Жару. Так, слепоты у нас нет. Значит, можно вот эту метку кастовать, да? И у нас есть пробитие щитов. А, тут даже пробитие щитов не надо. 15 урона у нас хватит. Ты на пороге. Ты на пороге. Ну, давай тогда, проклятие слабости, вот. Тебе накидим. И мы тебя, наверное, кирпой добьем, да? Да, тебя мы сейчас кирпой так. Хреб. И тебя... Вот, тебя мы, наверное, просто ударим, да? Че-то велосипеды изобретать. Четыре урона, ну, не страшно. Не страшно. А, и считай, у тебя теперь нет. До свидания. Все, тебе хана. Можем ли мы тут кого-то полечить еще? Да не особо, да? Не особо тут и полечишь. Че-то как-то... Че-то как-то не лечится. Флагелянт может кого-нибудь полечить, если очень хочется. Сам себя ударит, ну, кого-нибудь полечит. Ну, давай, пускай. Ой, кританул лечением. Молодец. Молодец. Красавец. А мы потом его в следующем бою, если нужно, полечим даром. Ой, да, ты знаешь, какой бой у хороший? О, конь пришел. Ну, коня мы уважаем. Мы здесь лошадей держим на высоком щиту. Лошадь это топовый релик для... Для нашего танка, для винера. Лошадь плюс щит. Идеальная комбо. Лошадь преображает щиты в усиленные щиты. Что прям вообще офигенно. Это на 50% снижает урон, получаемый под щитом. Вот так. Ну, на криты эту косточку мы ставить не будем. Хотя, можно вообще-то радужки дать. Минус 15% лечения, но 5 крита. У нее криты большие. И так, чтобы она критовала. Ну, можно, конечно, ей поставить. Но рискованно. Не, 5 крита не стоит того, чтобы терять лечение. 5 крита могут прокнуть, могут не прокнуть. А вот лечение ты потеряешь 100%. Поэтому ну в баню. Ну, в баню такое дело. Ломают нам телегу тут по полной программе. Уже одна броня и одно колесо осталось. Едем. На последнем крыле. Горит. Горит тележья. Тележья, повозка. Ну, мы уже дошли почти до трактира. Тут остались пара ктулху. Пара табуреток. Редко. Хай решил кинуть шута на место. Ха-ха. Дерон, привет. Спасибо большое за донат. Спасибо, Дерон. О, кстати, чат молчит, а я-то не переехал. Закрываю все своей необъятной башкой. Спасибо тебе большое, Дерон, за 100 рублей доната. Шута на место решил кинуть. Ага. Ну, шута нет у нас. Видишь, кстати, вот шута нет. Проблемы со стрессом. Это с шутом я, конечно, промахнулся. Надо было все-таки шута брать вместо культиста. Был бы шут, и стресс мы бы лечили направо и налево. А вот нет шута, нет лечения стресса. Будем страдать, будем предмет покупать на лечение стресса. Так-то бы, конечно, пригодилось. Так, ну что там? Там табуретка сидит. Надо табуретку бить ядовитыми дротиками. Табуретку первую сносим. Ох, ох, прилетела флагеллянту нашему. Понятно, понятно. Ну, все равно, все равно будем стараться сносить табуретку. И метку поставили. Ну, табуретку, хорошо. Трубит, трубит трубный глаз. И пошла табуретка душить, бафы навешивать. На два раза. Вредная табуретка. Так, давай снимем с тебя кровоток. Ну его нафиг. А тут дар бича бы сыграть, но табуретку надо выносить. А, не-не-не, не можем позволить лечить флагеллянта. Лучше потом пускай культист его полечит. Так, а ты играй щиты первым делом. Железную выдержку. Усиленные щиты получаем. Привлекаем в атаке врагов, чтобы отвлечь от бедного флагеллянта несчастного. Табуретка, конечно, тут походила все-таки. Так, табуретку еще один любой удар добьет. Надо добивать. А, нельзя добить, потому что он переманивает на себя атаки, глумления у него. Вот это плохо. Придется кирпой бить. Придется бить кирпой. Что ж теперь делать? Табуретку, что ли, в живых оставлять? Табуретка, табуретка. Так, тебе хана? Табуретки один хп. Ну, флагеллянта восемь. Вот было бы глупо потерять в этом бою бойца, да? А, попробуем полечить. Ноль двадцать восемь. Семь. Ну, семь плюс три кровотока. Да. Не очень хорошо. Пять кровотока. Ну, давай, опять снимай с себя кровоток. Лагерян. Ну, вот если сейчас он сыграет атаку на табуретку, то тогда он на пороге смерти окажется. Что не очень хорошо. Да. Да. Не очень. То есть... Ну, блин. Что? Надо лечиться. Надо дарбича играть. Играем. Играем. Ну, и ты у нас можешь пробить щиты. Единственное, что ты разумное можешь сделать. Побитие щитов мощное. Что-то мощное. И щитов. Табуретка нам не сильно... О, у нас первый ход есть. А у него опять два оглумления. Да, что ты будешь делать-то? Бессмертная табуретка. Неуязвимая. И мы не можем ее ударить. Ничем. Потому что у этого оглумления сыграно. Ах ты. О, она сходит. А-а-а. Табуретки душат, душат, душат. Так. А ты у нас будешь ходить... До того, как ты... Может быть, завалишь, если... Вот такой сглаз кинуть. На уязвимость. Может, ты завалишь. Может, табуретку уже после ее хода бить не надо будет. Она уже помрет от яда потом. Может, не завалишь. Варлач. А играл в НТТ Бряч. Славный рогалик, головоломающий от создателей ФТЛ. Привет, не настоящая табуретка. Ха-ха. А настоящую? Куда спрятала табуретка? Спасибо большое за донат. Спасибо за 64. С сердечком. Ценю поддержку. Вот если бы ты еще не ходила и всех не бафала, было бы вообще отлично. О, 10 регенераций на 3 хода я знал. Я знал, что табуретка все испортит. О, 10 регенераций. Это ужасно. Это просто катастрофа. Катастрофа. Ужасная катастрофа. Да. Ну, хотя бы снесли этого одного. Я играл в Интузо Бридж. Я его прошел. Одна из немногих игр, где я даже все ачивки выбил. Очень она мне понравилась. Прямо вообще понравилась. Поэтому я... Но не на стримах. Тогда я еще не стримил, когда она вышла. И я там... Сыграл пару... Пару... Серий на Ютубе я сделал по ней. И... Успешно забил. Что-то типа того. Что-то типа того. Очень мне понравилось. Так. Ну и что? Мы тебя можем добить сегодня? При порог смерти. Ага. И... Интересно, что срабатывает первое? Яд или леген? Типа мне хочется полететь, конечно. Ммм. Барлочки, я смотрю, ты прям навострился играть. Вон как ловко проходишь, почти не умираешь. Так. Чат, не сгласьте. Регенерация была наложена первой. Знаете что, ребят? Рубрика эксперименты. О, полечил на пять. Молодец. Мы проверили. Регенерация срабатывает раньше яда. Знаете что? Хорошо знать на будущее. Очень хорошо знать на будущее такой факт. Арпича давай дадим. Кому? Тебе, наверное. И давай кинжалом его. И кирпой. Вот, кирпой его на порог смерти. И все, ему хана. Кирпик. Полечились. Полечились. Лечение. Ставка на лечение сработала. В этом веке. Если дотов в сумме меньше регена, порог смерти не сработает. И не важно, что раньше было наложено. Окей, спасибо. Спасибо, чат. Уверен, что тостер прошел и даже не знает, что срабатывает первым. Не то, чтобы. Это правда. Это правда. О, наша комбо. Отлично. Язвительные речи. Мой любимый релик. Если есть сквер на плюс 50% к урону и минус 33% максимально здоровья. И порыв тьмы 50% сопротивления огню. Ну, если огонь срабатывает, то стресс получаем. Это будет. Сейчас мы будем, ребят, делать. Сейчас мы будем импу делать. Собирать. И, наверное, мы радужку сделаем имбой. Ее время пришло. Она у нас бьет физическими атаками в основном. У нее есть, конечно, ядовитые дротики, но в основном физикой бьем. И вот 50% урона ей как раз хорошо зайдут. Да. У нее, правда, вывих запястья. Но альтернативно это можно поставить только вот Демиану, флагелянту. У него много урона от яда, поэтому ему вот эти 50% к урону только на физику распространяются. Не распространяются на другие источники. И вот она у нас будет сегодня раздавать. Хорошо. Хорошо. Пошла жара. Повезло с реликами. Вообще хороший получился у нас первый этаж. И у нас есть и хороший релик для кареты, который дает бонусы. И вообще. Да, хп у нее будет мало, но кому-то слегка. Вот, пускай как-нибудь. Старается. Черта. Аскетизм. Плюс 50-15% шанса решимости, но меньший шанс отношений. Плохо. Радужка приобретает черту кара врагам. Ого. Накладывает на атакующего слепоту, слабость, уязвимость, метку. Все с 25% шансом. Круто. Ивенер лол у нас. Сорви голова. Плюс 15% урона. В начале боя получает уязвимость. Получает, когда по герою промахиваются, минус 1 стресса. Ага. Ладно. Ну, уязвимость в начале боя, это, конечно, не очень хорошо. У него щиты. И мы получаем свечи. Отлично. Стресс немножко полечили. Замечательно. Так, что, 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 что. Что у нас тут лишнего есть? Вот это можно выкидывать. Это мы точно использовать не будем. Место, чтобы освободить. И школа закалки. Три очка навыков. Так. Три очка навыков. Но надо радужку качать. Радужка у нас сегодня должна показать класс. Я надеюсь. А вот смотри, при прокачке... При прокачке расхищения могил радужка, конечно, начинает очень хорошо лечиться. И стресс снимать. И невидимости получает Х2. Может и стоит это поставить. Вопрос, вместо чего? Вместо ядовитых дротиков. Ну, не знаю, ребят. Ядовитые дротики, вообще-то, у нее сильные. А с апгрейдом вообще 4 яда начинают накладывать. С другой стороны она у нас... Хотя, знаете что? Блеск кинжалов. Я сейчас смотрю на этот блеск кинжалов. Он вроде бьет по двум целям. Вторая и третья позиция. А оно нам надо. Урон маленький. С апгрейдом будет всего 4-6. И как часто мы хотим бить по второй и третьей позиции? Обычно мы либо выцеливаем всяких кастеров на третьей и четвертой, либо бьем по танкам первую-вторую. И очень редко мне нужно бить одновременно вторую-третью. Вот третью-четвертую одновременно бить? Это всегда, это с удовольствием. Там кастеры стоят. А вот блеск кинжалов убираем. Убираем его нафиг. И ставим тогда поедание могил. Ну, или расхищение могил. Не знаю. А что-то блеск кинжалов какой-то лохой. Я лучше вот кину 5-8 урона по одной цели, чем 4-6 по 2. По-моему, вот это разумно. Или вот лучше ядовитые дротики кину. Так, ну, надо прокачивать радужку. Потому что у нее артефакты наши домашние. Мы ей качаем бросок кинжала. И, наверное, ядовитые дротики. О. И по ситуации будем либо просто на урон играть, либо на яд. Кирку тоже можно вкачать. У нее бонус, честно говоря, к урону не такой большой. 4-5 превращается в 4-8. Ну. Подумаю. Посмотрим. Один скиллпоинт всего остался. Чтобы такое качнуть. Что качнуть? Не знаю, что качнуть. Все, качнуть. Все, не получится. Метку. Метку можно прокачать, например. Хотя урон лучше. Лучше урон. Но, с другой стороны, метку мы постоянно используем. Или лечение. Лечилку вкачать. Вот что мы точно всегда будем использовать. Это лечилку. Правда, знаете что? У винера, у него рубящий удар. Апгрейдится так знатно. И главное, что там шанс слепоты снижается. Был 75, становится 60. И у него бонусный урон идет с этого удара. Мы же этот. Вкачали ему скилл. Да, у него путь на усиление рубящего удара. Но лечилка... Лечилка прямо офигенно апгрейдится. С 33% до 50%. И кровотока еще меньше накидывает. И она в лечилку вкачивает. Все, потратили. Все скиллпойнты. Так, каретная мастерская. Мы ставим поведение генералом. И лечение в пути. Дорожная аптечка. Хорошо. Так, обязательно нужно починить телегу. Не забыть. То я забываю все время. Мы пошли смотреть, что у нас в лавке есть. Что по реликам. Есть какие-то имборелики. Так, это у нас увеличивает число реликвий безделиц, которые можно объединить в ячейку. Ткацкий станок. Перед каждой остановкой шанс изготовить ткань. Ткань это у нас от кровотока? Наверное, да. А видно, я расстался без апгрейдов. Что ж. Ну, не знаю, ребят. Что-то я не впечатлен этим трактиром. Давайте вискаря. Надо, надо, вискаря. Надо, вискаря. Запасать, вискаря. Ну, и Ладана можно немножко курнуть. Ну, 44 монеты я оставлю. Нам бы полечить надо будет. Да, с отношениями у нас проблемы, поэтому вот сейчас будем. Так, Ладан, это тебе и тебе. И четыре бутылочки вискаря. О, погнали. Так, досеклам. Вискарика. Ещё вискарика. И давай вот тебе вискарика. И тебе вискарика. О, хорошо погуляли. Всё, больше нам нечего тут купить. А, вот всё, ещё вискарик. Фляжки, виски. Улучшаем отношения. Противление передвижению нам бесполезно. Это фигня. Это тоже фигня. Вот это неплохо, но 8 монет за это не буду платить. Надо улучшить отношения Дэмиана с командой. А то он совсем что-то расстроился. Ругается. Не заработают ли они так алкоголизм? Да, вот, может и заработают. Ну, у нас тут конец света, все дела. Чё уж. Спротивление огню. Ну, давай, давай, вот тебе дай мне сопротивление огню. Хорошо бахнули. Сколько мы? 8 бутылочек? Нормально. Теперь с утречка. Сейчас поедем. Айк, знаете что? Первое. В старой речи я ездить нафиг не буду. Там куча этих свиней. Душных. Оно типа как дополнительный, дополнительная лока для фарма. Но, блин. Так долго. И такая маленькая награда. Халявный лут, но время, время. Цигель, цигель. Айлюлю. Айлюлю. Очень душно и долго. Награда минимальная. Халявная, но маленькая. Лучше поедем в Смрадье. А вот сюда поедем. С утра выпил, весь день свободен. Да. Да, не настоящий отдыхающий шут. Дело говорит. С утра выпил и весь день свободен. Хорошо. Красиво. Возьми меня как-нибудь в путешествие. Дерон, спасибо большое за донат. Спасибо за 100 рублей. Ну, видишь, Darkest Dungeon 2. Мы вот сегодня взяли двух зрителей из чата. Но только двоих смогли взять. Потому что имена персонажей, которые уже ездили в предыдущие путешествия, они залочились. Их не поменять. Не дает менять. Игра. Ну и соответственно, вот. Двоих смогли взять. И все. И это ж на весь забег. Если в первом Darkest Dungeon у тебя был ростер героев, там 20 каких-то героев, и ты мог брать зрителей, например, и давать разные имена разным героям, и в разные забеги брать, то тут так не получается. Тут ты взял команду и едешь 6 часов одной командой. Поэтому мы не можем добавить новых игроков. Ну, зато вот сегодня у нас Радужка и Винер едут. Да. Да, Прокаженный ездил. Ну, вот поэтому у него и стандартное имя Дэмиан осталось. Смотрите, можем поехать в Смрадье. Там у нас цель не посещать полевой лазарет. Но зато награда очень хорошая. Плюс 1 очко скиллпоинтов. С другой стороны... С другой стороны, ребят. А медицина... Полевой лазарет. Нам нужен... Нам нужно ехать в полевую медицину, чтобы, собственно, полечить всякие негативные трейды на героях. У нас... У нас с этим большие проблемы. Вот особенно... Вот здесь. Эгоизм, некрофобия и алкоголизм. Ну, кстати, об алкоголизме. Вывих запястья. Вот полечить надо тоже. Здесь у нас разрыв плеча. Мягкая телость. Ну, видите, что происходит. Надо все вот это вот... Фиксить эти проблемы. А то беда будет. Так что... Мне кажется, сюда не стоит ехать. Ну, хотя награда хорошая. А здесь у нас квест в пограде. Квест логова зачистить. Библиотекаря побить можно, да? Ну, библиотекаря... Ну, мы можем поехать сюда и в лазарет. Ну, библиотекаря завалить и получить... Вот награду-то... Вот это вот тоже интересно. Интересно. Да, поехали, наверное, в пограде. Мы вчера в Смрадье ездили уже. И босса там видели. Прошли. Спойлеры. Все там нормально с ним было. А, поеду сюда. Я вот сюда хочу. Главное не забыть лазарету еще. И тогда можно будет, вот, кстати, щит... На сопротивление огня уводить. Это вот хорошая идея, хорошая. Все. Поехали. И отношения, надеюсь, у нас наладились. Команда, что у нас сегодня не сыгранная, не сработанная. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok.